Это Фрида, мы продолжаем наш эфир и далее вот такая вот есть история, которая очень плохо говорит о том, что происходит в регионе, но мы должны об этом говорить. Российские захватчики на временно оккупированной территории Украины переоборудуют объекты гражданской инфраструктуры под тюрьмой с целью усиления репрессивных мер против местного населения. Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Малер. В этом же заявлении Анна Малер рассказала еще и другую информацию, согласно которой российские войска несут большие потери. Погибших солдат почти непрерывно кремируют на открытой территории вблизи временно оккупированного Мелитополя. По словам замминистра обороны Украины, убитых захватчиков доставляют грузовыми автомобилями в Запорожскую область, а вблизи Мелитополя на открытой местности. Просто постоянно осуществляется кремация тела, и уже длительное время местные жители чувствуют характерный едкий дым и неприятный запах. Подробнее об этом поговорим с городской главой Мелитополя. Иван Федоров присоединяется к нашему эфиру. Иван Сергеевич, приветствуем. Здравствуйте. Здравствуйте, я вас. Иван Сергеевич, расскажи, пожалуйста, подробнее о том, как обстоят дела, в частности, с кремацией тел захватчиков. О том, что враг начал кремировать тела своих двухсотых, мы начали примерно идентифицировать это полгода назад. Что интересно, первые крематории они поставили непосредственно в Токмаке. Это сегодня уже фронтовой город, а тогда был город максимально приближен к Запорожской линии фронта. Тогда на захваченном промышленном предприятии Токмака появился первый мобильный крематорий. Зачем это делалось? По понятной причине. Враг же в своей пропаганде максимально разгоняет информацию о том, что у них потери нету, о том, что никто не гибнет. И для того, чтобы скрывать тела своих двухсотых, они их попросту кремируют. После, как альтернатива к кремации, рядом с тем же Токмаком появились братские могилы, куда просто-напросто начались скидывать тела, безымянно закапывать. И, естественно, это будет все, как пропали без вести, без каких-либо комментариев, дополнений и так далее. Но, как только начались активные боевые действия на Запорожской линии фронта, как только началось массовое уничтожение врага благодаря нашим геройским вооруженным силам Украины, то одного крематория стало мало, и они появились еще несколько. А если быть точным, то четыре. Поэтому на территории Токмака сегодня, по нашей информации, как минимум, два мобильных крематория. На территории временно оккупированного Бердянска, а именно в районе порта Бердянска, есть крематорий. И на территории временно оккупированного Медитополя, непосредственно в близости санатория, который, детский санаторий, захвачен врагом под свой военный госпиталь, также есть крематорий. Также мы видим интенсивность разной работы этих крематориев. Если изначально они работали в большинстве своим вечером, чтобы едкий запах не раздражал жителей, то сегодня они работают почти круглосуточно и выпаливают массово тела своего пушечного мяса, но боль стоит на всю территорию района, на котором находится крематорий. Особенно, если ветер дует в сторону центра города. Но также мы должны понимать, как осуществляется данная процедура. Они своими огромными уралами привозят просто насыпью 0,02 и 0,03, сортировку выполняют непосредственно в полисаднике перед данным детским санаторием, и после этого кого-то палят, кого-то везут в госпиталь. Вносят в госпиталь. Сергей Ильич, я, конечно, понимаю, что, может быть, сложно будет ответить на этот вопрос, но мы видим официальные данные. На сегодняшний день более чем 252 тысячи оккупантов. Это подтвержденная цифра. Эти вот люди уже все больше не существуют. Они пришли освобождать и освободились сами от себя. А можно ли предположить, сколько тел сожгли в этих крематориях и похоронили в братских могилах? Я думаю, что мы не ошибемся, если скажем, что это сотни в день. Но точной цифрой, конечно же, мы не владеем. Но и объективности ради мы сможем получить точную цифру тех, кто закопаны в братских могилах после деоккупации, а тех, кто кремирован, ну, вряд ли мы сможем получить цифру. Я скажу больше. По моим ощущениям, точной цифры даже нет у врага, потому что и они не считают свое пушечное мясо. Иван Сергеевич, еще одна тема. Опять же, из заявления Анны Малер, заместителя министра обороны Украины, относительно того, что на временно оккупированных территориях захватчики переоборудуют объекты гражданской инфраструктуры под тюрьмы или под пыточные. Расскажите, пожалуйста, и об этом. К сожалению, то, что враг забирает наших жителей в плен, то, что их пытают, то, что над ними издеваются нашими жителями, это практика, которая известна с первых дней оккупации, временно оккупированной Запорожской области. Только по тем данным, которые есть у нас, а мы ведем реестр забранных в плен наших жителей, только с Мелитополя забрали в плен более тысячи жителей за последние полтора года. В Мелитополе было расположено как минимум пять пыточных, которые находились на территории захваченного городского отдела полиции, районного отдела полиции, военкомата, службы безопасности Украины, подразделения в Мелитополе и также на некоторых промышленных предприятиях. Это действительно пыточные. Что происходит? Причина появления их. Сопротивление, которое происходит на временно оккупированной территории Запорожской области, даже по истечению полутора лет, оно не становится меньше, оно становится только больше. И враг пытается какой-то образ найти для того, чтобы погасить это сопротивление, забирает наших жителей в плен. Каждого, кого он забирает в плен, он принимает как партизана и, соответственно, пытается выбить с него полностью всю информацию. Почему я настолько уверен об этом говорю? Потому что, когда сам был в плену, в соседнем камере проходили именно эти процедуры, которые слышало, к сожалению, все СИЗО. Поэтому не поменялся контекст, не подменялись подходы, они только, к сожалению, усугубились. Поэтому это те методы, которые враг использует, использует против нашего народа. И, к сожалению, единственное спасение для наших жителей – это деоккупация не только наших территорий, а в первую очередь наших жителей, которые сегодня являются во всей временно оккупированной территорией, на самом деле, как в тюрьме. То есть можно констатировать, что этих пыточных становится больше, что оккупанты начинают нервничать, и они пытаются найти тех, кто может сдать их позиции, кто может сыграть в поддержку Украины, а у них ситуация там неустойчивая. Точно она неустойчивая, поэтому они уже переходят к изошвленным методам поиска. Например, идут на провокации. Мы знаем один из методов, когда они в селе выгоняют всю технику села, предварительно распуская слух о том, что вся техника российская выходит из села. В этот момент глушат интернет и оставляют только GSM-связь. Для того, чтобы смотреть, кто будет звонить, как будет звонить, как будет передаваться информация, и сразу же этих людей забирают в плен. То есть действительно людей, которых они забирают в плен, становится с каждым разом все больше и больше, потому что их задача – погасить сопротивление. С другой стороны, еще один метод, которым они пытаются погасить сопротивление – это насытить своими жителями, которые привозят с континентальной Арефии. Привозят для того, чтобы насытить, изменить генотип нашего населения и таким образом сделать стадо, которое привезли с Арефии, которым заполняют на сегодняшний день оккупированные территории. Иван Сергеевич, а где конкретно очаги этих военных преступлений? Где их происходит больше, чем в других местах? Есть ли такие населенные пункты? К сожалению, мы понимаем о том, что временно оккупированный Мелитополь – это один из очагов, потому что враг его выбрал как свой центр логистический и административный. И в целом мы видим, что таких пыточных и таких издевательств, таких преступлений больше в городах, нежели в селах. Потому что концентрация населения больше в городах и концентрация врага больше также в городах. Поэтому все основные места. Хотя, с другой стороны, мы знаем, что такие же преступления проходят и в Михайловке, и в Веселом. Поэтому все-таки концентрация там, где больше населения, а там, где меньше населения. Все то же самое происходит, просто чуточку в меньшем количестве. Но мы сегодня с вами обсуждаем количество, а за каждым случаем стоит человеческая судьба и человеческая жизнь. Да, тут уж вопрос скорее в масштабах, а вовсе не в самой сути этих преступлений. Их-то как раз мы можем наблюдать на всех временно оккупированных территориях. Террористы, они ведут себя именно таким образом. Так же, как и коллаборанты, которые помогают им. Коллаборанты – это отдельная категория, которая на сегодняшний день надеется, что после освобождения территории нашими вооруженными силами, сегодня мы видим, что некоторые коллаборанты пытаются себе приготовить отступные пути. Ну, например, потом будут рассказывать о том, что их заставили, о том, что они не хотели, о том, что они вообще кого-то спасали, и так далее, далее, далее. Но сегодня есть несколько важных аспектов. Первый важный аспект – все коллаборанты, все предатели сегодня есть на учете, у нас есть у нас в таблице о том, что проверенная информация, переданная силам структурам о том, что они предали нашу Родину. Это раз. Второе – сегодня очень нам помогли проведение их фейковых выборов на временно оккупированной территории, потому что они публично показали список всех тех, кто баллотируется в те или иные советы фейковые. Это два. Третье – сегодня предатели и коллаборанты уже не нужны и саму врагу. Поэтому он массово их выкидывает с разных административных структур, с разных структур, которые они создали, фейковые оккупационные власти. Их уже меняет, и, соответственно, оккупанты проходят, уже остаются за бортом оккупационной власти. Начинают ругаться между собой. Например, один коллаборант второму в Кирилловке две недели назад подложил взрывчатку под машину, но это идентифицировали. Поэтому сегодня коллаборанты, с одной стороны, полностью все на учете, с другой стороны, мы знаем ситуацию, когда они пытаются подготовить себе почву для того, чтобы искать какие-то объяснения для наших спецслужб. Поэтому крайне важно сегодня, для того, чтобы все-таки справедливости и верховенство права было. Это документировать все преступления сегодня, чтобы после деоккупации точно не было шансов у кого-то из предателей уйти от ответственности. Ситуация в банке с пауками накаляется. Ну что ж, будем мы пристально следить за дальнейшим развитием событий. Иван Сергеевич, спасибо большое. Спасибо за предоставленную информацию и за ваши комментарии. Иван Федоров, городской глава Мелитополя, был с нами на прямой связи.